Здравствуйте! Это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. В Махачкале предотвращен теракт. Во время спецоперации уничтожен один бандит. Теперь родители сдают ЕГЭ. Восемь дагестанских городов и 600 человек участвуют в акции по сдаче выпускных экзаменов. В Махачкале в одном из районов города ввезен режим КТО. Силовики получили информацию о том, что один из сторонников террористической организации готовит преступление. Мужчину обнаружили в частном доме. На предложении сдаться мужчина открыл огонь по силовикам. Бандит, подозреваемый в подготовке теракта, нейтрализован. В ходе проведения в Республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о подготовке одним из сторонников НТО преступления террористической направленности. В целях недопущения совершения террористического акта и обеспечения безопасности граждан начальникам Республиканского управления ФСБ России принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории советского района города Махачкалы. В Кизляре в результате ДТП погиб двухлетний малыш. Местная жительница не справилась с управлением. Она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с КАМАЗом. Пассажирка с различными травмами госпитализирована, а ребенок, который также сидел в машине, от полученных травм скончался на месте. Жительница Сергокалинского района Республики подделывала полисы автострахования. Как сообщает МВД, мошенница представлялась работником страховой компании и, имея доступ к клиентской базе, предлагала приобрести полисы. Получив деньги за свои услуги, женщина давала покупателям фиктивные полисы. Жертвами лже-страховщика стали 10 человек, у которых она похитила более 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Махачкале парикмахер заподозрен в домогательствах к двум мальчикам. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана. По данным ведомства, мужчина в своем рабочем кабинете совершил действия сексуального характера в отношении двух мальчиков возраста 9 и 10 лет, которые пришли к нему постричься. Подозреваемый заключен под стражу. Более 600 родителей вновь почувствовали себя выпускниками. В Дагестане прошел единый день сдачи ЕГЭ родителями. Акция организована на базе 8 пунктов городов республики. В Махачкале экзамены провели в лицее номер 22. Подробности расскажут мои коллеги. Паспорт, черная гелиевая ручка, средства индивидуальной защиты и позитивный настрой. Такими атрибутами обзавелись сегодня родители 11-классников. Эти добровольцы сами вызвались пройти тестирование, чтобы лично ознакомиться с правилами и процедурой единого госэкзамена, а затем правильно настроить на ЕГЭ своих детей. Школу я, конечно, давно закончила, но что-то захотелось попробовать себя по новой. И надеюсь, на все хорошо. Ну, я надеюсь, что мои дети лучше подготовлены, чем я. Пурум-пудум-пум, все будет хорошо, все будет здорово. Думаю, все сдадим. Фактически каждый родитель сдает ЕГЭ вместе с ребенком. Конечно, я волнуюсь, потому что я ощутила самолично всю, так сказать, вот эту атмосферу, которую будет сдавать в этом году мой сын. Поддержать родителей прибыла ему Пазильо Марова. В Рио министра образования и науки вместе со своими коллегами тоже решила проверить знания и ответить на экзаменационные вопросы. Задача такая, чтобы мы с вами понимали, как нужно психологически готовить наших детей. И чтобы вы сами, родители, убедились, какой порядок, какие процедуры, что в принципе, ну, все очень доброжелательно. Мы будем делать все для того, чтобы наши дети, в всяком случае, максимально не волновались. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время. Тем не менее, он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов, рассказывает руководитель пункта сдачи экзамена. Продолжительность экзамена 55 минут. Результаты для родителей, желающих, мы скажем сегодня, сразу проверим и объявим, кому это нужно, кто хочет. А так, в принципе, наша задача не проверить знания родителей, а показать им процесс. По завершению тестирования для родителей была организована конференция с сотрудниками Республиканского центра обработки информации, где они обсудили экзаменационные вопросы и поделились своими впечатлениями. Лариана Шимхалаева, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала. В Махачкале отметили ярко и весело праздник русской и казачьей культуры Масреница. Отмечать веселый праздник в честь наступления весны собрались все от мала до велика. Каждый из гостей смог не только полакомиться блинами, но и познакомиться с самобытной русской культурой. В Русском драматическом театре была развернута выставка мастеров народных промыслов из разных городов и районов Дагестана. В целом этот праздник, конечно, о русской культуре, для не только русских, для всех народов Дагестана, для того, чтобы увидеть, что мы относимся как к одной культуре, так и ко всем культурам одинаково. Всех гостей торжественного мероприятия встречали творческие коллективы русскими народными песнями и веселыми плясками. С прихода Масленицы заканчивается зима, унылая пора, и начинается цветение, начинается что-то новое. Каждой весной мы ждем какого-то обновления, мы ждем новых впечатлений, мы ждем новых песен, мы ждем новых концертов. И нам хочется верить, что с этой Масленицы откроются новые двери в новую историю культуры. Кульминацией праздника стал танец «Золушка», который поставил Московский театр танца «Гжель». Бесплатное обследование в онкоцентре «День открытых дверей» состоится в Республиканском онкологическом центре Махачкалы. Консультация мамологов в этот день будет проходить с 9 утра до часа дня. В этот период на прием могут прийти все желающие без направления и показаний. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. Акция направлена на раннее выявление опухолей молочных желез, своевременного начала лечения и снижение смертности. В озере Агель повысился уровень воды. Причина – это мобильные осадки, выпавшие в Дагестане. Так, с ноября прошлого года вода в озере повысилась на 53 сантиметра. Об этом информирует Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура. Ранее в летний-осенний период наблюдалось снижение уровня воды. Это связывали с отсутствием осадков на этот период. На сегодняшний день уровень воды в озере практически восстановился в прежних показателях. Напомним, что в целях пропитки озера строится водовод от канала имени Октябрьской революции. Работы завершены почти наполовину. Боец UFC Аскар Аскаров накануне вернулся в Дагестан. Его торжественно встретили в столичном аэропорту. Накануне он одолел своего соперника Джозефа Бенавидиса и стал одним из претендентов на титул чемпионата UFC. В данный момент на счету Аскарова 13 побед в профессиональном ММА и ни одного поражения. Поздравить спортсмена в аэропорт прибыли родственники и друзья. А также представители Минспорта Республики, члены администрации Хасаверта и Ахвахского района. Российские регбистки проводят сбор в Дагестане. Совместные тренировки сборная Дагестана и клуба ВВА Подмосковья проходят в региональном центре спортивной подготовки сборных команд в пригороде Махачкалы. Спортсменки обеих команд готовятся к играм чемпионата России, которые начнутся уже в эти выходные. Наставник российских регбисток Андрей Кузин в нашей республике впервые. И по его словам, здесь созданы идеальные условия для организации тренировочного процесса. Потрясающая атмосфера, хорошая база для тренировочного процесса, все имеется. Искусственное поле, тренажерный зал потрясающий, хороший борцовский зал, все условия для хорошей плодотворной работы есть. Практика организации совместных сборов для регбистов в республике не первая. Это пойдет только на пользу нашим спортсменам, считает главный тренер сборной Дагестана. Эти сборы очень такие плодотворные, нам есть чему учиться у них. И в свою очередь, это все такие совместные сборы, они дают очень хорошие плоды. Это у нас такая практика. У нас уже второй раз в прошлом году мы летом приглашали в Красноярскую команду для совместных сборов. И в этом году нам посчастливилось тренироваться вместе, можно сказать, почти со сборной России. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин